Министерство иностранных дел Кыргызстана отмечает свое 80-летие. 80 лет на защите интересов Родины на международной арене. Если в марте 44-го аппарат тогдашнего народного комиссариата иностранных дел Республики составлял всего 4 работника, то сейчас Кыргызский МИД – это авторитетная команда дипломатов-профессионалов. Нынешние дипломаты Кыргызстана ведут работы сразу по трем основным направлениям – развитие политического сотрудничества, активизация экономической дипломатии, работа по защите прав и интересов граждан Кыргызстана за пределами страны. Цель одна – достойно представлять себя на всех уровнях международных инстанций достойно представлять интересы нашего государства. А интересы государственных народов – это прочный мир, благопоручное развитие и экономическое сотрудничество. В этом плане и вообще во внешней политике стратегия дипломатической деятельности состоит в том, чтобы утверждать в мире, утверждать достоинства великого Кыргызского народа на базе ценных достояний его умственных достижений, поэзии, философии и на этой основе убеждать другие народы, что Кыргызская республика, Кыргызский народ является достойным членом мирового сообщества. За восемь десятков лет работы МИД завоевал себе репутацию борца за мир. Профессионализм наших дипломатов помогает Кыргызстану выстраивать дружественные отношения со всеми странами, решать конфликты цивилизованным путем. Мало того, наш МИД содействовал ряду соглашений, которые остановили кровопролитие. Например, заявление с призывом к прекращению огня, сделанное в ходе Первой Карабахской войны, именуемое Бишкекским протоколом. Во время гражданской войны в Таджикистане официальные власти попросили Кыргызстан стать мостом для противоборствующих сторон. Итак, в Бишкеке 16-18 мая 1997 года официальные власти Республики Таджикистан и Объединенная Таджикская оппозиция подписали протокол о политических вопросах. На основе него уже 27 июня в Кремле таджикское правительство и оппозиция подписали соглашение о постановлении мира национального согласия. И сейчас наши дипломаты вносят огромный вклад в то, чтобы центрально-азиатский регион в сложных геополитических реалиях оставался территорией мира. Кыргызстан, в частности, Узбекистан, Казахстан и другие страны проводят политику, которые направлены именно на создание, как вы отметили, такого мирного региона, где будут приветствоваться все нормы международного права, в рамках чего и кыргызская дипломатия активно проводит соответствующие мероприятия на всех площадках. О том, насколько успешна внешняя политика Кыргызстана и деятельность наших дипломатов, свидетельствует тот факт, что на мировой арене нас знают, слышат и к нашему мнению прислушиваются, об этом говорят в том числе и резолюции, принятые ЮНЕСКО, ООН, которые инициировал Кыргызстан. Например, решение об объявлении ООН 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. Мы выдвинули очень много разных инициатив, в том числе и тематика Монастысячи, это социальная справедливость, это ЮНЕСКО, все наши достижения, они были зарегистрированы. И самая главная инициатива сейчас последняя – это горная тематика, где мы будем сейчас проводить в 27-м году, это горный второй саммит. Празднование 80-летия МИД Кыргызстана прошло с участием главы страны. Президент Садыр Джапаров в своей поздравительной речи отметил основные приоритеты нынешней внешней политики республики. Это сохранение многовекторности политического диалога в рамках ООН, усиление действий в борьбе с изменением климата, содействие развитию транзитного потенциала страны и обеспечение ее энергетической безопасности, экономическая дипломатия. Экономическая дипломатия и привлечение инвестиций являются одними из важнейших задач в наших экономических отношениях с зарубежными странами. Экономические учреждения, созданные в сотрудничестве с другими государствами, играют важную роль в повышении авторитета нашей страны и в привлечении прямых иностранных инвестиций в стратегические секторы экономики. За последние годы мы открыли несколько наших учреждений за рубежом. Работа по расширению таких дипломатических связей будет продолжена. Особое внимание следует уделить защите прав и интересов наших граждан и юридических лиц за границей. Важно поддерживать тесные связи с нашими соотечественниками за рубежом и оказывать им необходимую поддержку. В рамках торжественной церемонии президент Садыр Джапаров выразил благодарность ветеранам дипломатической службы, которые внесли значительный вклад в развитие внешней политики Кыргызстана и вручил им государственные награды. Екатерина Токамбаева, Бебек Джумабаев, ТВ-15